Так посмотрим же определение Рабита из книг Истины Суфиев. В частности, книга... То, что он говорит в 72-м странице Сифруль Асна. В этом же книге говорит Хасан Афанди. Если, говорит, Мурид нуждается решить свою проблему, он своим сердцем представляет, что их рядом как будто... И что сам хочет и будет спрашивать. Представляете? Любой проблемой решит, он представляет, что их рядом, и у него помощь, он просит. Это не языком просит, языком сердце должны просить. Потом, говорит, ему внушает дух шейха, внушает ему решение проблемы после этого вопроса. И облегчает ему решить эту проблему за то, что он сделал Рабиту через сердце. За то, что он связал свое сердце в сердце своего шейха. Вот, братья, к чему они учат. Какие трудности, когда попадают? Только обращение к шейху. Как Аллаху обращается, они обращаются к шейхам. Но, чтобы вы могли сравнить, например, человек вам скажет, Рабита это вот такая вещь. Но, чтобы вы могли сравнить, действительно ли Рабита, вот то определение, которое он вам дал, этот человек, соответствует ли она определению Ахлю Суну Вальджамаха, соответствует ли она определению людей истинного Тасауфа. И для этого, для начала, мы дадим конкретное определение. И посмотрим, беда ли это, ширк ли это. Это мы тоже сейчас посмотрим, Ишала. Продолжим с той книги, которой Саид Черкеский, который мне советовал. Читай книги про Рабита. Именно Рабита книга. Хасана Фандель Кахи. Сифруль Асна. В этом же книге Хасана Фандель говорит, когда в халва заходишь, в халва у них есть уединение. Они уединяются 40 дней. Делают такая яма, как могила. Там сидят, уединяются. Мы в прошлых лекциях, кто видел, наверное, говорили, когда с халвы выходили, горящими голодзами под его глазами, что попадает, она превращалась. Вали. Один раз попали эти глаза к кому? Прямо с собаки. Потом начали другие собаки к нему зиярят делать. Вот это халва. Когда, говорит, в халву заходишь, уединяются, как надо туда заходить? Туда, говорит, надо заходить. Как ты заходишь в мечеть, с именем Аллаха, субхану ата'алла, и простая помощь у кого? У шейхов. У дух шейхов, как он здесь говорит, мин арвахи л-машаих, бивас этот шейхик посредством моего шейха, через них просит помощь у дух шейхов. Получается, он говорит, надо заходить туда. Халва тоже, как заходишь в мечеть. Получается, вот это суфисты по этому цитату, что даже они мечет, когда заходят, тоже просят помощь у дух шейхов. Инна лиллах, ва инна лейхи ра-жи-хун. Это я знал в практике, я ее видел. Люди, которые приходят в село шейха, они останавливались в окраине села, и оттуда помощь просили, можно заходить, потом заходили. Вы не думаете, просили, что они звонили шейху? Нет, просто произносили слово, можно зайти, потом заходили. А здесь в мечеть тоже зайти, надо сперва помощь взять от дух шейхов. Инна лиллах, ва инна лейхи ра-жи-хун. Вот смысл рабита. Вот смысл. Это представить благочестивых людей. И где здесь ширк? Где здесь бидра? Что в этом плохого? Сифру Ласна, Хасан Афанди, в 109-м странице он говорит. Один раз, говорит, шейх, сафар вышел с одним своим муридом. И перед ними, говорит, большая, как море, вода, говорит, но очень много вода перед ним встала. Шейх сказал своему муриду, я войду в воду и скажу, я Аллах, я буду просить Аллаха. Ты заходи, но ты скажи, я шейх, я шейх. Когда они в середине воды дошли, они сверху воды, как ходили они, мурид сказал, я Аллах, не сказал, я шейх, он сказал, о, Аллах. Он начал погружаться в воду, заходить начал. Факала шейх, шейх сказал ему, куль, я шейх, я шейх, ты скажи, о, шейх, шейх, не говори, я Аллах. Факала, я шейх, я шейх, он сказал, о, шейх, о, шейх. Факала, я шейх, я шейх. Он обратно поднялся над водой. Фаламма жауаза, когда они оба перешли эту реку, это море, Кали, я шейх. Он сказал, о, шейх, почему так? Почему, когда я говорил, я Аллах, я Аллах, Аллах не отвечал, когда я сказал, я шейх, ты мне помог? Шейх сказал, потому что, говорит, нет равенства, невозможно даже сравнить мунасаба между тобой, сравнением и между твоим Господом. Чтобы от Аллаха тебе файл зашло, такого мунасаба вообще сравнения нет. Когда ты мне сделал посредника между тобой и Аллахом и сказал, о, шейх, от Аллаха, говорит, ко мне пришел этот файл, помощь, от меня, говорит, к тебе пришло. Фаламма хашта никогда, говорит, ты между тобой и Аллахом, который я был посредник, ты мне убрал, ты, говорит, под водой начал уходить. Эта история рассказывает в 109-м странице. Сифру л-асна. Инна л-лах, ва инна лейхи ра-жи-ун. А так они обучают своих муридов, оставляя Аллаха, чтобы просили шейхов. И говорят, что шейх, это посредник, без него невозможно прямо просить, как сказал Саид Афанди. Можно ли Аллаха просить? Можно, говорит, прямо просить без посредника, но не получается. Инна лиллах, ва инна лейхи ра-жи-ун. Аллах столько аятов в Коране говорит. Когда мои раби тебя спрашивают, я близок, говорит Аллах, субхану ата-Аллах. И Аллах говорит, я буду отвечать своим рабам. И пророк, саллиллаху алейху салам, говорит, когда вы просите просить Аллаха, субхану ата-Аллах, но это шейхи, и их муриди обучают народ, чтобы они обращались к шейхам. Это является явным большим ширком. Вот смысл раби-то. Вот смысл. Это представить благочестивых людей. И где здесь ширк? Где здесь бидра? Что в этом плохого? Ибн Хаджр Аль-Хайтами передает от хамбалистского мазхаба и джима, и ненегласное мнение, что просить у мертвых является куфром. Книга Аль-И'лам, Викаватия Али-Ислам, Ибн Хаджр Аль-Хайтами, 292-м странице, он говорит, передает от хамбалистского мазхаба, из этих куфр является сделать между тобой и Аллахом посредников. И таваккалу алейхим уповается на них, на этих посредников. Ибн Хаджр Аль-Хайтами, и он в имаме села, нам говорят, трудности как попадают, как они в море зашли, просить и шейхов. Такой ширк даже бывших мушликов до пророка, которые были у них, даже не было. Давай прочитаем несколько аятов из Корана, когда подобные ситуации попадали, что говорили мушлики? Аллах в Коране говорит, сурату Аль-Исра 67-й аят, Когда беда постигает вас в море, смотри, когда беда постигает вас в море, а здесь человек тоже говорит, когда в воду было зашли, что вас покидает все, кому вы взывали, кроме него, кроме Аллаха, который взывали, это мушликов с головы, все уходили, они прямо Аллаха просили. Когда же он спасает вас и уводит на сушу, вы отвращиваетесь, воистину человек неблагодарен. Смотрите, даже мушлики, когда трудности попадали с их ласом, дуа делали Аллаху, субханаху ва-та-Аля, а это мушлики, которые ширк делали, они обучают, чтобы их просили. В другом аяте, тоже, в сурату Аль-Ан-Кабуте, тоже Аллах говорит, ауузу билляху на шайтану рожим, когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая пред ним свою веру. Когда же он спасает их и уводит на сушу, они в тот час начинают приобщать со товарищей. Это мушлики, кафиры, те времена, когда в море заходили, трудности увидели, они их ласом просили Аллаху, очищали свою веру. Когда выходили, обратно ширк делали. Вот это нас учат. Ширк делают на суше и на море. Ауузу билляху на шайтану рожим. Ауузу билляху на шайтану рожим. Братья мусульмане, очищайте свою веру. Если до сих пор делали это ширк, истигаса, просили умертвых, оставьте с этого минуты, покайтесь, вернитесь к религии Аллаху, субханаху, ва-та'аля, ассаламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракату. Делай рабито, одним словом. И это будет зачитываться как послушание, исследование этому аяту.